15 миллионов требуется найти на полное восстановление школы в селе Думчево. За полувековую жизнь учебного заведения здесь трижды проводили ремонт, но всегда только косметический. Сейчас назрела необходимость в капитальном. Директор филиала школы Снежана Шалаева прямо в учебном кабинете мелом на доске подбивает баланс суммы для обновления учебного заведения. Если нам сделают капитальный ремонт школы внутри, отопление, проводку, стены, потолки, полы, сигнализацию пожарную, нам бы хватило, например, 15 миллионов. Эти суммы уже посчитаны. 15 миллионов примерно. Если бы нам сделали спортивную площадку, еще 2 миллиона 700 тысяч, то это было бы вообще здорово. Наши бы дети здесь наслаждались жизнью, учебой, образованием. Филиал вдумчиво Шатуновской школы в числе претендентов на капитальный ремонт по федеральной программе. Если заведение пройдет конкурс, то ее отремонтируют до 2026 года. Состояние школы оценил и руководитель регионального заксобрания Александр Романенко. Он отметил, что зданию действительно требуется полное преображение. Какие-то виды ремонта сделаны. Да, мы сделали окна, сделали крышу. Вот в прошлом году по подготовке начальных классов к питанию бесплатному сделали хороший пищеблок. Но тем не менее школа устарела, школу нужно обновлять, нужно обновлять потолки, нужно обновлять полы. Водопровод, электричество. То есть приводить в то соответствие, чтобы было и комфортно детям, и была организация учебного процесса на уровне. Ранее президент России поручил Министерству просвещения страны сформировать реестр школ, которые отремонтируют в течение пяти ближайших лет за счет федерального бюджета. В Алтайском крае обновят больше 300 учебных заведений, большая часть которых находится в селах и деревнях. Ну а те школы, которые по каким-либо причинам не войдут, мы, конечно, будем делать все для того, чтобы в тот же самый временной промежуток времени и подготовить проектно-сметную документацию, и отремонтировать уже средствами бюджета Алтайского края. То есть, в принципе, чтобы, совмещая две программы, нашу субъектовую и программу федеральную, мы могли бы к 26-му году полностью решить проблему капитального ремонта нашей школы. Кстати, Залесовский район уже не первый раз участвует в федеральных программах. Так, в райцентре уже удалось реализовать два проекта, благодаря которым в этом году здесь появится парк отдыха с площадкой для скейтбординга, а также детский сад вместимостью 140 мест. Маргарита Гартунг, День с толком.